Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот прошла сегодня самая холодная ночь. Сейчас вот 7 утра, 7 градусов. В 5 утра было 6 градусов. И хорошо, что... Спасибо Яндексу, что он точный прогноз. Вот я вам говорила, что я смотрю по Яндексу. Как было выставлено 6 предварительно, так 6 и было. Ниже не опускалось. И по его же прогнозам, вот эта ночь была самая холодная. Будущее будет 9, а там установится погода 11-12 градусов и 22-25 днём. Погода прекрасная. Про 6 градусов я вам скажу, что, конечно, у меня в открытом грунте ничего не прикрыто. Я, как уже говорила, взрослые томаты кратковременное понижение температуры выносят легко. Потому что 6 градусов, это не значит, что вся ночь была 6 градусов. Оно уже идёт на понижение. Было вечером, например, 12-11-10. И только в течение одного часа с 4 до 5, до полшестого было 6. А потом опять пошло на повышение 7-8-9. И вот такое кратковременное понижение, ничего страшного, это не заморозок. Это просто 6 градусов, которые взрослые, уже укоренившиеся томаты переживают легко. Вот, высадка вчера у меня закончилась. Сегодня я начинаю готовиться к следующему сезону. Казалось бы, ещё этот сезон вот только-только начался. Но именно сейчас мне уже нужно помыть. Вот у меня 100 с лишним лотков. Помыть, высушить и прибрать. Спускаю в подвал. Помыть более 2000 стаканчиков, которые я нынче использовала. Видите, они все были пронумерованы, с пикетками, с дырочками. Всё, чтобы на будущий год новые стаканы не делать дырочки. Мне надо вот сейчас партиями буду замачивать, мыть, укладывать. Видите, какой огромный вот этот куль. Какая-то часть уже вымыта, но работы ещё очень много. Также мне нужно перестирать все вот эти белые укрывные, нетканные материалы. Перестирать, высушить, свернуть их опять рулетиками такими. Потом это я стираю в стиральной машине. Я вот сейчас вчера вытряхнула от сора, отряхнула. Он в сухом виде, но он грязный. И в таком грязном виде, естественно, что на будущий год никак нельзя начинать сезон с грязными укрывными. Потом заношу домой вот эти все полиэтиленовые, которые у меня были на грядках, в теплице. Это я в ванне должна переполоскать тоже в двух водах, в тёплых. Вывешать в огород, высохнет. Тоже сложу всё и скручу. Конечно, от этого много и ссоры, и грязи дома. Но без этого никак. На улице невозможно их вымыть. Во-первых, там вода очень холодная, там не выстираешь ничего. И там места такого большого нет. Всё приходится носить домой. Стирать, сушить, полоскать. Вот эта подготовка к будущему сезону, это тоже очень много времени занимает. Ну и, конечно, со следующей недели у меня начнётся полный комплекс ухода за томатами. То есть начнутся первые обработки и в открытом грунте, и в теплицах. Потому что, как я уже говорила, пока я высадкой занималась, я никакие не делала ни подкормки, ни обработки. Начать, наверное, придётся с обработок от вредителей. Потому что томатики хорошие, они подросли, они уже взрослые. И сейчас на них, конечно, найдётся очень много желающих полакомиться. Их листиками, что-то там высосать, какие-то соки из них. Нужно делать обработки. Вот со следующей недели как раз начнётся та самая агротехника, про которую говорила Мириам, по-моему. Что почему агротехнику не показываете. Просто-напросто, что ещё была пока высадка, мне было некогда этим заниматься. И так как я сломала своего жука при обработке яблони и картофеля, мне даже опрыскивать нечем. Вы все понимаете, что ручным опрыскивателем вот это поле обработать это нереально. Я выписала себе аккумуляторный опрыскиватель. Как выбирала я этот опрыскиватель, опять же, с трудом в течение трёх дней искала всю информацию. Я вам отдельно расскажу. Обзор сегодня тоже будет короткий, потому что работы много. Надо сейчас привести порядок. Собрать все вот эти, как я говорила, лотки, стаканчики. Всё стирать, всё убирать. Желаю всем хорошей погоды. Но у нас вроде бы нас миновало. Вот эти заморозки и всякие ураганы. Всё хорошо. Теперь всё зависит от нас. Трудиться, трудиться, ещё раз трудиться для получения хорошего результата. Всё, до свидания. Сейчас вот это кончится вся весенняя переполоха. Будут видеоролики как более частые, более конкретные. Про каждую обработку. Вот, например, от насекомых буду обрабатывать, я буду вам рассказывать. От болезней, от каких-то буду обрабатывать, тоже буду вам рассказывать. Вы понимаете, что пока я высаживала, времени было совсем очень-очень мало. Теперь будем встречаться чаще. Всё, до свидания. Вот в эти две холодные ночи больше всего я боялась за огурчики, потому что они же теплолюбивые. Они у меня как раз в такой фазе, что, видите, уже расцветают. И завязи много прям на каждом, на каждом. Ну, через каждые 5 сантиметров завязи. Но всё хорошо. У них даже листики не подвяли. Так что нас больше пугали. Да, Надя, ну ты-то куда лезешь? Посмотрите, она сюда лезет. Всё нормально. Продолжение следует...